Мы были созданы в 2004 году. В сегодняшний момент одна из крупнейших партий республики. Парламентская партия, оппозиционная партия к нынешнему режиму в Приднестровье по многим причинам. Организация зарегистрирована, опускается в газету, есть свой сайт. Организация имеет региональное отделение во всех городах и республике. Первичная организация в селах. Фонд состава Союза коммунистических партий, КПСС в Москве. Это достаточно современная партия, достаточно массовая партия для Приднестровья. И я надеюсь, что результаты в ближайшем время вы услышите о наших результатах и о наших действиях. Олег Великторович, вы являетесь администратом Верховного Совета Приднестровья. Может, расскажете о своей работе? Да, работа в Верховном Совете достаточно сложная, поскольку, как и у вас в Государственной Думе, партия власти, если бы хотела слышать и слушать, и прислушиваться, и думать, то было бы проще работать. Сегодня у нас, как и у вас, есть большинство, которые механически голосуют за то, что нужно президенту или его окружению. И вот в этих условиях говорить о какой-то, скажем так, конструктивной работе, это достаточно сложно. Тем не менее, мы пытаемся вносить свои замечания, свои предложения. И сегодня, в частности, обсуждается проект Конституции во втором чтении. И наше предложение об ограничении выборов президента по двух срокам подряд, оно прошло в Верховном Совете. Вот, приходят некоторые другие вопросы. Мы смогли остановить приватизацию террорист теплоэнерго. Вот, смогли много других решений принять, скажем так, достаточно серьезных сегодня для республики. Вот, но работа достаточно сложная, потому что есть большинство, и по принципиальным вопросам, по важным вопросам для республики. Естественно, это большинство занимает сторону правящей верхушки и правящей элиты, и капиталы, соответственно. Вот, но еще раз, что работаем. Вот, есть наши представители в молодежном парламенте, есть наши представители в Верховном Совете. Вот, очень здорово, что у нас есть такие связи в России и на Украине, свои связи партийные. Вот, ими пользуются в том числе, мы их используем в том числе для того, чтобы принести пользу всей республике в целом людям. Вот, ну, в общем-то, вот так вот. Олег Олегович, вот у вас в декабре состоится выбор президента Приднестровской Молдавской Республики. И вот как тоже Приднестровская Коммунистическая Партия будет участвовать в них, там, возможно, там кандидатура будет. Ну, этот вопрос мы начали обсуждать еще в январе. Текущего года мы провели плену со стороны кандидата партии. И было принято решение обсудить этот вопрос во всех первичных партийных организациях, районно-городских партийных организациях, для того, чтобы понять мнение коммунистов, пощупать их желания, стремления и, в принципе, определиться, готова ли партия сегодня. К чему партия сегодня готова? Хотя, в принципе, настроение людей, коммунистов, я знаю, представляю, но все-таки хотелось бы этот вопрос еще раз обсудить. Полгода прошло, почти пять месяцев. Этот вопрос очень, скажу, активно обсуждался. Я сам не ждал такой активности. Так вот, очень живо, очень с интересами. И вот буквально прошлую субботу мы провели плену со центрального комитета партии 28 мая, где было принято решение единогласным. А до этого, естественно, было обсуждение, где высказались все представители всех городских и главных организаций наших. Вот, где было принято решение, во-первых, об участии партии в этих президентских выборах. Это однозначно. Вот, и второе, коммунисты попросили меня дать согласие, выдавить свою кандидатуру на этот пост. Что касается меня лично, то я благодарен за это коммунистам, за доверие. В чем-то высокое доверие. Я знаю, что единодушное доверие. Вот, но для себя считаю, что решение нужно принимать очень серьезно, очень взвешенно. У нас, я уже говорил, наши партии, нет такой цели просто показать себя, пропиарить себя. Или прокритиковать просто так кого-то. Мы хотим на самом деле перемены. Мы видим, что без перемены республики, республики не будет. Вот, и поэтому, когда я буду принимать решение, оно, скорее всего, будет приниматься в августе, в сентябре, я буду исходить из того, что республике нужны перемены. Если я увижу, что в республике есть кандидат, который сможет объединить вокруг себя все здоровые силы общества, кандидат сильнее, скажем, меня или кандидата нашей партии, кандидат, который сможет реально победить действующего президента, тогда буду рассматривать вопросы, мы будем еще раз вопросом на ЦК партии, о поддержке такого кандидата. Если мы такого кандидата не увидим, если мы увидим, что все кандидаты так или иначе представлены правящим классом, и смена Смирнового на какую-то другую фигуру не принесет изменения, системного изменения в нашем обществе, в структуре общества, в экономике, в социальных вопросах, то, естественно, я буду выдвигаться, я дам согласие, и с одной единственной целью – прийти и поменять ситуацию в республике. Сделать так, чтобы людям стало жить легче. Сделать так, чтобы республика действительно жила для народа, и власть жила для народа, а не для каких-то своих бизнес-интересов, или каких-то своих целей. В общем-то, вот так вот. Никаких здесь, скажем так, нет моментов, что мы просто хотим выдвинуться и все, или хотим выдвинуть своего кандидата. Нет, ни в коем случае. Мы хотим изменений. Но изменений реальных, а не эффективных. Украина уже это прошла, когда одну фамилию заменили на другую, и ничем это не закончило тогда, в 2005 году. То же самое может произойти и у нас. Поэтому еще есть три месяца. У, скажем так, кандидатов есть возможность для переговоров, есть возможность для того, чтобы они показали, что нереально хотят поменять что-то в нашей республике. Если у кого-то это получится, то мы будем рассматривать вопросы поддержки одного из кандидатов. Если мы этого не увидим, то нам ничего не останется другого, как выдвинуться, и мы будем бороться за победу. Потому что рейтинги у нас неплохие сегодня. Вот я уверен, что достаточно большое количество людей нас поддерживает. Это было видно и по парламентским выборам. И мы будем бороться, бороться очень жестко для того, чтобы победить. Как складываются ваши отношения с нынешней властью? Есть ли у вас равный доступ с другими партиями к средствам массовой информации? Нет ли противодействия вашей агитации? Безусловно, есть. Потому что если бы нам давали действовать в правовом поле, то мы бы давно уже к власти пришли. Безусловно, что любой режим, и в России это так, и в Украине это так, и у нас это так, действует достаточно жестко против нас. И далеко не всегда, или почти всегда, это связано с незаконными действиями, в том числе того законодательства, которое это власть сама писала и принимала под себя. Безусловно, что интервью нас не пускают, даже при условии оплаты какого-то эфирного времени. Мы используем то бесплатное эфирное время, которое у нас есть во время предупрежденных кампаний. Что касается повседневной жизни, то наше Министерство информации и телекоммуникации, оно нарушает действие законодательства, которое гарантирует всем политическим партиям равный доступ к государственным СМИ. Я буквально в ближайшее время намерен этот вопрос поднять на сессии Верховного Совета. И добиться от Министерства соблюдения данной нормы закона. Вот, безусловно, есть противодействие на региональном уровне. Бывает такое, что мне, как депутату Верховного Совета, отказывают в встрече с избирателями. Хотя я их приезжаю, провожу, и ничего не могут сделать, но в помещении отказывают. Заканчивается это все тем, что мы собираем людей, сотни людей перед зданием Дворцов культуры. Вот, в конце концов, их открывают, мы проводим встречи, но пытаются таким вот образом показать, что не все так легко, это просто, как хотелось бы. До этого было очень сложно, до тех пор, пока мы не вошли в парламент, нас и закрывали, и арестовывали, и уголовные дела возбуждали, и людей выгоняли с работы. Много было всяких противозаконных действий. Только за последние два года нам более 30 раз отказывали в проведении наших акций протеста. Вот, конечно, власть боится нас, поэтому пытается вот так вот таким образом давить. Но, как показало время и практика, эти действия срабатывают бумерангом против этой власти. Потому что, как только она запрещает митинг, люди тут же начинают об этом говорить. Как только начинают арестовать коммунистов, люди об этом говорят не один, не два дня, а неделю-две подряд. Вот, как только не происходят какие-то незаконные действия в нашу сторону, это тут же вызывает резонанс в обществе. И люди понимают, что мы действуем правильно, потому что нас давит власть. Поскольку у него эту власть сами ненавидят и Смирнова, и всю его команду. В общем-то, вот так вот. Расскажите, пожалуйста, о политической ситуации в Приднестровье. Есть партия власти, три политические партии, вот я бы обозначил их сегодня. Если говорить о партиях, три политические силы. Это партия власти исполнительная, это организации общественной и политической партии, которые так или иначе завязаны от Смирнова. Это партия обновления, которая представлена в парламенте, и которая представляет группу КПТЛ нашей республики. И мы. Мы сегодня самая крупная оппозиционная партия. Есть и социал-демократическая партия, есть и другие правозащитные организации, но они так или иначе слабы. Если говорить о политических фигурах, то их, естественно, больше. Я бы здесь обозначил Шевчука Евгений Васильевича, но он пока позиционируется как человек, политик, у которого нет серьезной политической силы. Есть у него какое-то движение, возрождение, но оно пока никак серьезной силы не проявило. Поэтому, если говорить о политической спектре, в виде политических партий, я их обозначил три блока. И эти три блока, скорее всего, будут вести борьбу в этих президентских выборах между собой. Я почему обозначил, до этого сказал то, что мы будем рассматривать. Мы можем рассматривать какой-то из кандидатов, потому что есть Шевчук Евгений Васильевич. Он себя тоже оппозиционный кандидат. Вот у него достаточно серьезный тоже авторитет в народе. Но он должен показать, что он действительно сделает то, о чем говорит. Есть лидер партии обновления, которая поддерживает сегодня Кремль. Это тоже в наших условиях немаловажно. Это очень серьезно. Но опять же, та же самая история. Где гарантия, что если лидер партии обновления не придет в Класть завтра, в декабре, он не будет продолжать делать то, что сегодня делает Смирнов. Такой гарантии нет. И мы пока не видим, что чем-то этот кандидат отличается от действующего президента. Или эти кандидаты отличаются от действующего президента. Нужны поступки, нужны дела, нужны действия. Мы хотим на это посмотреть. Президент Медведев при общении с румынскими представителями, с представителями американского департамента, он также уже продавливает вопрос урегулирования молдовско-преднестровского конфликта. И чуть ли не там сказано, что он сдает уже Приднестровье, Молдове. Ну я не готов отвечать за президента России, не готов отвечать за правительство России. Я могу сказать свою точку зрения, что на сегодняшнем этапе никакого обеднения не может идти речь. Последние события в Молдове, в частности в Кишиневе, когда прямо на глазах у всего мира представители действующего власти, действующего альянса изменяли волеизвеление граждан, результаты голосования. Говорит о том, что Молдове сегодня до демократии, как и нам, очень-очень далеко от этого. Во-первых, во-вторых, невозможно говорить об объединении с Молдовой в тех условиях, когда власти Молдовы остается националистический альянс, который не признает молдавскую нацию, не признает молдавское государство, не признает русский язык в качестве второго государственного языка, тянется в сторону Европейского Союза, где они, кстати, никому не нужны. Говорите об этом сегодня, об объединении, но не то, что преждевременно, нельзя, нет смысла. Разные менталитеты, разные движения, мы движемся в сторону России. Мы хотим говорить на тех языках, на которых мы хотим говорить. У нас нет желания присоединиться к Румынии. Молдавия пусть определяется, что она хочет. На сегодняшний момент Молдавия сама не определилась, в большинстве своем, куда двигаться, что хотеть. И пусть определяется, пусть решает, пусть выбирает нормальную власть. Потом можно будет о чем-то говорить. Сейчас это просто нереально, невозможно, и никто на это не пойдет. Что касается России, то я бы хотелось бы верить, что правительство Российской Федерации, президент законодательного власти, не сдаст республику, не сдаст Приднестрову, поскольку Смирнов это одно, я всегда говорю. Республика это другое, люди это другое, люди не послужили для того, чтобы из-за того, что кому-то не нравится местная власть, нас сдавали, присоединяли или именяли на что-то. Нужно, мне кажется, помочь поменять эту власть, поставить во главе Приднестровья таких людей, как в Абхазии и Южной Осетии. И тогда всем будет намного легче. И людям, живущим на этой земле, и политической линии России, и, в принципе, всему региону. Олег Олегович, как складываются ваши взаимоотношения с партией коммунистов в Республике Молдова? Ну, неровно я всегда об этом говорил. Вот мы не видим другой политической силы сегодня в Молдове, которая бы могла противостоять этому националистическому альянсу, Акханалии этой националистической. А не исключен вариант, как в Грузии, что если этих националистов допустить к власти, дать им всю полноту власти, они не развяжут новую войну на Днестре. Никто не ждал от этого Сапкашвили, но он это сделал. То же самое и здесь. Это, во-первых. Во-вторых, это единственная политическая сила, которая хоть как-то позиционирует себя, как промолдавская, пророссийская, хоть как-то позиционирует себя. Поэтому у нас отношения ровные. Когда меня спрашивают, поддерживаете ли ПКРМ, я говорю, что мы поддерживаем те или иные действия. Мы можем поддерживать те или иные действия. Или можем не поддерживать те или иные действия ПКРМ. Но в целом позиция такова. Потому что они ровные. Мы являемся членами Совета СКПК, ПСС, наши две партии. Мы равные партии. Своими программами, своими уставами. Никто друг на другом не давлеет, никто друг другу не командует. И мы стараемся на партнерских началах, где можем поддерживать друг друга, где можем подсказывать друг другу, где можем общаться друг с другом. То есть тут ничего такого нет. Я об этом говорил очень много раз. Много раз нужно налезть. Ваш взгляд на перспективу, вот если в республике, в лучшем случае, вот вы придете к власти, с чего вы начнете? С экономики. Даже не с политики, даже не с внешних экономики. Нужно накормить людей. Люди живут в полуглодническом существовании. Это можно сделать за год, за полтора. Деньги есть в республике. Их нужно просто правильно распределять, не разворовывать. Вкладывать в сельское хозяйство, вкладывать в промышленность. Дать возможность тому среднему бизнесу, который есть сегодня в республике, да любому бизнесу, который есть сегодня в республике, свободно задышать, свободно развивать свои производства и предприятия, платить налоги, сделать так, чтобы все прибыльные отрасли, которые есть сегодня в Приднестровье, контролировались, хотя бы контролировались государством, хотя бы контролировались. И чтобы те акции, эти налоги, которые идут в эти отрасли, аккумулировались в бюджете. Это во-первых. Во-вторых, нужно перестать воровать и перестать тратить деньги зря. Буквально на прошлой неделе, 6-го числа, кажется, в Москве открыто грандиозное представительство нашего Верховного Совета. 100 тысяч долларов в месяц стоит аренда этих помещений. Кому это надо? Тот же самый ремонт дорогостоящих всех этих дворцов, чиновников, по закупке машин за государственный счет. Я, кстати сказать, отказался от всего транспорта в Верховном Совете. Отказался от половины заработной платы и отказался от требований предоставления собственного кабинета. Только для того, чтобы показать, что мы можем работать в таких условиях, тогда, когда люди голодают, люди не ищутся, нечего чиновникам шикаровать. Это второе, это экономия. Ну и третье, естественно, это налаживание честных партнерских связей с Российской Федерацией. Сегодня эти связи тесно есть, но они, скажем так, несколько проворованные. Это связано с тем, что Россия нужна для сегодняшней элиты для того, чтобы... Вкладывалось такое впечатление, только чтобы деньги сосать из России и разворовывать. И России это, конечно, не нравится. То есть все должно быть прозрачно. Если нам Российская Федерация помогает, то она должна контролировать распределение этих средств. Все должны видеть, куда эти деньги идут. Идут они на строительство каких-то там непонятных вещей, как это посольство, или все-таки идут на развитие экономики. Для того, чтобы через год, два, три... Ну мы же не можем вечно быть на дотациях, не можем вечно сидеть на этой финансовой подпитке. Когда-нибудь Россия это надоест, скажет, ребят, оживите сами. Как только Россия это скажет, Приднестровья не будет в сегодняшних условиях. Сегодня две трети бюджета состоят из помощи Российской Федерации. И Российская Федерация сегодня так нелегко у них... У них своих проблем выше крыши. Поэтому мы должны сделать все, чтобы дать ровные такие честные отношения, партнерские. Мы должны приезжать в Приднестровье, сказать большое спасибо России за помощь. И показать, что вот то, что вы нам даете, то, что вы нам вкладываете, не пропадает зря, не расстранжиривается, вкладывается в экономику для того, чтобы через 2-3-4 года экономика заработала, и вы перестали нас кормить. А земля-то плодороднейшая. Заводы-то какие? 11% территории бывшего власти СССР, 33% промышленного потенциала. Земля плодороднейшая. Люди трудолюбивые уезжают сегодня тысячами, потому что работы нет. И перспективы никакой. Как вы сейчас оцените в данный момент ситуацию в промышленности, в промышленном комплексе? Ее нет. Ее просто нет. Есть пару предприятий, которые работают, благодаря галиванию денег крупного бизнеса. И все. Сельского хозяйства вообще нет. Если вы приедете по полям, они заросшие буреном наполовину. Раб сворачивают. На этой плодородной земле, которая считалась лучшей землей, которая бывшая с Советского Союза. В селах, как после войны, два дома разбитых из трех. Ничего нет. Ни сельского хозяйства, ни промышленности. Ничего нет. Я говорю, что если бы что-то заработало, то и бюджет был. А бюджет сегодня, две трети, это помощь России. Поэтому это в первую очередь, что мы начнем делать. Это все, что приносит прибыль. Возьмем под контроль государства. Вложим эти деньги, в том числе, что это Россия. Что мы сможем собрать здесь. Сразу же вкладывать в экономику. И наладим честные партнерские отношения с Российской Федерацией. Для того, чтобы Россия поняла, что мы действительно хотим развить экономику. И отказаться от помощи. Не отказаться. А влегчить жизнь России. Мы очень плотно, очень хорошо, очень по-дружески общаемся с нашими товарищами, друзьями из коммунистических партий, соседних государств, из бывших северных республик. Поддерживаем друг друга, помогаем друг другу, поддерживаем друг друга. Прошел пленум совет. Прошел так же, как прошли ходили все остальные пленумы. В нормальной обстановке. Геннадий Андреевич сделал очень хороший доклад по ситуации в Российской Федерации. В принципе, что происходит сегодня в просторе бывшего СССР и в мире. Мы обсудили ситуацию в каждой из союзных республик наших. Выступали лидеры наших братских партий, в том числе выступил я. Мы решили купить кое-какие вопросы. И договорились, что мы встретимся все вместе 18-19 июня в Киеве на съезде коммунистической партии Украины. Я очень рад, что у нашей партии, у меня лично есть такие друзья, есть такие товарищи, которые всегда поставят плечо, которые всегда помогут, поддержат тебя. Это, наверное, то, что отличает нас от всех остальных партий. Это товарищество, это братство, это взаимовыручка и помощь, которая никогда не даст коммунистическому движению в мире умереть. — Спасибо вам большое, Олег Олегович. Желаю вам удачи. — Спасибо. — Удачи.